Сегодня в Актюбинском ТО Управление рынками рассказали о качестве завозимых продуктов, о ценовом балансе товаров и о том, от чего зависит их нынешняя стоимость. Преступник избежал уголовной ответственности и попал на лечение в психиатрическую больницу. Такой приговор был вынесен на днях активностными судьями. 18 человек спасли сотрудники ДЧС за минувшую неделю. Напомним, ухудшившиеся погодные условия многих водителей застали в Росток за пределами областного центра. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгарюк. В первой половине недели в нашей области ночью ожидаются осадки, днем туман и гололед. Средняя температура воздуха днем от минус 1 до минус 6, ночью от минус 5 до минус 10 градусов. О погоде на текущей неделе рассказали синоптики КАЗ «Гидромета». Прогноз погоды на 11 и 12 марта. 11 марта местами снег, 12 марта местами небольшой снег, местами низовая метель, туман. 11 марта местами гололед, ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, местами 12 мороза. 12 марта 23-28, местами 2-8 мороза. Днем 13-18, местами 3-8 мороза. Цены на продовольствие в нашем городе опять претерпели некоторые изменения. Сегодня в Октябренском ТО управление рынками рассказали о качестве завозимых продуктов, о ценовом балансе товаров и о том, от чего зависит их нынешняя стоимость. За ценами на прилавках магазинов октябренцы не успевают следить. Недоумевая, почему внезапно подорожали определенные продукты питания, граждане часто обращаются с вопросами к продавцам. Как видно, завоз на коммунальные рынки не приостанавливался. Дефицита продовольствия тоже нет, но цифры на ценниках действительно изменились. Где-то что-то дороже, что-то дешевле, что-то... Короче говоря, как-то так. Я на пенсии, у меня пенсия достаточная, поэтому я не знаю. А что на питание, если подорожало за последний день? Да все подорожало. Нормально. Подорожало как-то? Мы только приехали, пока завышенных цен не видели. Пройдя по торговым рядам товаров, в том числе и стабфонда, можно заметить, что цены на овощи особо не повысились, за исключением привезенных издалека огурцов и помидоров, которые стоят от 850 до 1300 тенге за килограмм. Лук здесь стоит в среднем 65 тенге за килограмм. Картофель по 85 тенге, морковь и свекла по 145 тенге, капуста 100 тенге за килограмм. Фрукты в основном сюда завосят из Молдовы и Узбекистана. Яблоки стоят 450 тенге, бананы 650 тенге за килограмм. Мы как управление рынками, мы арендаторам даем места, наша основная задача. И у нас арендное место самое низкое, стоимость арендного места самая низкая в городе, среди рынков. И когда оптовики привозят, например, нашим арендаторам продукцию, мы не позволяем им повышать цены, позволяем только до 10% повышать цены. Конечно, сейчас завозы идут со всех сторон, праздничные дни были. И продукция идёт хорошая, качественная сейчас. В ТО Управлении рынками ссылаются на то, что продукция стала более качественной и жалоб от людей сейчас нет. Но недовольными покупатели остаются при виде цен. Например, за последние две недели подскочила стоимость на подсолнечное масло, которое сейчас стоит минимум 550 тенге за литр, и заметно подорожал сахар, цена которого начинается от 320 тенге за килограмм. В основном завозные, на сахар повышается постоянно цена. На подсолнечное масло повышается. Но мы не можем эти цены регулировать, это цены оптовые. Видимо, возможно, какие-то структуры антимонопольные будут эти цены регулировать. Но это мы никак не можем регулировать, и мы не можем эти цены сдерживать. Мы единственное сдерживание цены – то, что когда они приходят на рынок, мы не разрешаем повышать цены. Конечно, регулирование цен для поддержания товарооборота всегда в компетенции администрации рынков. Но в данной ситуации многое зависит и от стоимости товаров у поставщиков. И в последнее время, как сообщили в управлении рынками, продавцам, арендующим места, разрешено делать надбавку лишь на 10% от отпускной. Преступник избежал уголовной ответственности и попал на лечение в психиатрическую больницу. Такой приговор был вынесен на днях октябинскими судьями. Само покушение на убийство произошло в прошлом году. Как следует из материалов дела, мужчина с ножом напал на свою соседку. Последняя от полученных травм скончалась. От полученных повреждений потерпевшая по дороге в больницу скончалась от острой кровопотери. Постановление суда Алмашев признано лицом, совершившим запрещенную уголовную закону общественно опасное деяние. Состояние невменяемость и освобожден от уголовной ответственности. Уголовное преследование в отношении Алмашева прекращено. На основании части 4 ст. 95 Уголовного кодекса в отношении Алмашева суд применил принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Исполнение постановления суда возложено на Управление здравоохранения Активинской области. Постановление не вступило в законы СИЛу. 18 человек спасли сотрудники ДЧС за минувшую неделю. Напомним, ухудшившиеся погодные условия многих водителей застали врасплох за пределами областного центра. На загородных трассах ежедневно работали спасательные патрули. С 5 марта по 8 марта 2021 год за указанный период подразделения департамента проведена одна полисково-спасательная работа и 9 аварийно-спасательных работ. При проведении спасательных прород на трассе Активинской области из снежного заноса были спасены 18 человек. Из них трое детей эвакуированы 33 человека и четверо детей. Активинская область. Работничьи ружья, добровольно сданные владельцами и оружие, изъятое у преступников, которые подлежат уничтожению по решению суда. Прежде чем отправить оружие в печь, комиссия провела сверку и только после этого мешки с ружьями отправились на переплавку. В состав специально созданной комиссии вошли сотрудники департамента полиции, прокуратуры и так далее. После скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, американский телеведущий Опри Уинфри Букингемский, дворец оказался в замешательстве. Как пишет Times, услышав критическое заявление в адрес членов британской королевской семьи, королева Великобритании Елизавета II отказалась подписать заранее подготовленное заявление, которое могло бы снизить напряженность. По мнению британских обозревателей, сложившаяся ситуация наносит существенный удар по репутации королевской семьи как внутри страны, так и за рубежом. В воскресном интервью супруга принца упомянула о том, что королевская семья была обеспокоена цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, во время первой беременности ее не покидали мысли о самоубийстве, появившиеся из-за давления со стороны некоторых членов королевской семьи и СМИ. Кроме того, она назвала себя жертвой настоящей клеветнической компании. Ранее сообщалось, что бывшие помощники обвинили Маркл в издевательствах и необоснованных претензиях. Между тем, в ходе опроса выяснилось, что половина жителей Соединенного Королевства считает, что герцоги и герцогини повели себя неподобающе, дав интервью опре Винфре. О событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Казахстан. Казахстан покинул желтую зону и перешел в зеленую, передает Тенгинюский Зет со ссылкой на МВК. Сообщается, что по данным на 9 марта в желтой зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атрауская, Западоказахстанская, Павлодарская области. В зеленой зоне все остальные регионы. В красной нет ни одной области Казахстана, но на границе с ней расположился Нур-Султан. Напомним, накануне 8 марта Казахстан находился в желтой зоне. В соответствии с указом главы государства Касым Жумарда Тукаева утвержден национальный план развития страны до 2025 года, передает Казинформ. В национальном плане развития определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны. План закладывает основы для кардинальных, институциональных и отраслевых реформ, направленных на повышение качества жизни и благосостояния населения. Неотъемлемой частью нацплана является подробная карта конкретных стратегических показателей, для достижения которых будут приняты конкретные меры по формированию новой структуры экономики. Особое внимание будет уделено улучшению услуг здравоохранения и образования, развитию инфраструктуры, продуктивной занятости и росту социального благополучия населения. Также президент страны подписал указ об общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года, который является новым инструментом системы государственного планирования. Кастак сообщает, ростом затрат монополистов объяснила план увеличить тарифы на свет Министерства энергетики Казахстана. В сентябре 2020 года 37 энергопроизводящих организаций, из 45 по которым устанавливаются предельные тарифы, подали заявку на корректировку предельных тарифов электрической энергии Министерства энергетики Республики Казахстан. Данное право энергопроизводящих организаций отражено в законодательстве об электроэнергетике, заявил в пресс-службе Минэнерго. За 2020 год в единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4458 технологических нарушений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число технологических нарушений увеличилось на 448 или на 11%, добавили в Минэнерго. В ведомстве заверили, что Министерство продолжает работу по рассмотрению вопроса корректировки предельных тарифов электрической энергии энергопроизводящих организаций совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий и Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Напомним, ранее стало известно, что предельные цены на электроэнергию в Казахстане хотят увеличить уже с 2021 года. Официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан Нурлильда Ораз доложил о криминогенной обстановке в Казахстане и передает Казинформ. За неделю совершено 3371 преступления. 2145 из них раскрыты в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 10 убийств, 10 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 5 разбоев, сказал Нурлида Ораз на брифинге в ведомстве. Также, по его словам, раскрыто 39 грабежей, 489 краж с чужого имущества. Напомним, на прошлой неделе казахстанским стражам порядка удалось по горячим следам раскрыть 10 убийств. В целом было совершено 3268 преступлений различного характера. 2070 из них раскрыто в течение суток. Казахстан сообщает, участившимися случаями паровоза оружия и боеприпасов обеспокоены в аэропорту Алматы. В 2020 году по статье 287 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение и передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов, взрывчатых веществ» к уголовной ответственности привлечено 69 лиц. За два месяца 2021 года – 19 лиц. К административной ответственности в прошлом году привлечено 130 лиц. За два месяца текущего года – уже 5 лиц, говорится в сообщении. Наиболее частые нарушения – провоз фонарей электрошокеров, телескопических дубинок, кассетов, боеприпасов. Также имеют место случаи приема от незнакомых лиц в перевозке посылок без проверки их содержимого. Воинские части вооруженных сил Казахстана подняты по тревоге. По поручению президента проводится внезапная проверка войск, передает Тенгренюзский ЗЭД. Воинские части регионального командования ЮГ и десантно-штурмовых войск минувшей ночью получили учебный сигнал и приведены в боевую готовность. Подразделения будут переброшены из Шимкентовс и Саруазека на несколько сотен километров в Жамбылскую область на полигон Матабулак. По прибытии подразделения в назначенные районы им предстоит выполнить учебно-боевые задачи, сообщили в оборонном ведомстве. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Сегодняшнего дня в нашей области начался второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в городских поликлиниках начали прививаться педагоги и сотрудники полиции. Глава региона Ундасен Розалин в канун праздника по традиции поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. Доказано, что сласти – это энергия счастья. Побалуйте себя и близких аппетитными лакомствами от кофейни «Эспрессо». Огромный выбор тортов, готовых и на заказ с учетом всех пожеланий. Пироги песочные с джемом, а еще вкуснейшая пицца. Дарите радость в праздники и в будни. Кофейни «Эспрессо». В кинотеатре «Локомотив». Сіз бұлай әле адемалға немессіз. Земнисат мерамқынаса, армандар орналатын нағызы жымақ бақшаса. Мөлдір бұлақ, экзотикалы өсімдіктермен, жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет асы едемін датыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақты. Банкет, той, ожымдық кеш, іскерлік кезесулермен мерекеліп кештеру өткізіңіз. Земнисат мерамқынаса, күрі өсігі ретропарік жағында. Сіз жайғана жарнама беріңіз келеме? Күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз? Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз женгілесеттесе аласыз. Небары үш жарияланым пакеті. Үнемді, ұңғайлы, сұйымен. Рика медиа топының жарнама қызметімен ойыңызды қасыпыңыз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Сізді байқасын дейсеніз, осы жерге орналасыңыз. Кезгелген түрлі түсі жолак. Бар болғаны елумын тенге. Сіздің әврикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын тиімді. Хабарласыңыз, өйніханат көшесе 35. Лагамат епкене театра. Телефонымыз 220-250, 222-300. 220-250, 222-300. Вы смотрите программу «Факт» на Рикады Ве и мы продолжаем. С сегодняшнего дня в нашей области начался второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня в городских поликлиниках начали прививаться педагоги и сотрудники полиции. Второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции начался. Сегодня в городских поликлиниках начали прививаться педагоги и сотрудники правоохранительных органов, которые на втором месте после медиков находятся в группе риска по заражению коронавирусом. С сегодняшнего дня мы начали второй этап. Второй этап, это значит, получается, мы начнем прививать остальных медработников, плюс к этому мы будем прививать педагогов и сотрудников полиции. На данный момент пришли вот пять человек, их осматривает врач, после отмотра они получат свою вакцинацию. По информации Актюбинского областного управления здравоохранения, к нам в регион на прошлой неделе было завезено 4100 доз вакцины «Спутник Ви», сырье для которого производят в России, а саму вакцину создают в Карагандинской области. Второй компонент вакцины от КВИ сегодня поставили медикам, которые ранее получали первый. Остальные дозы рассчитаны на учителей и сотрудников полиции. Первые этапы мы запланировали всех медицинских работников. Так как на нашу поликлинику пришло 250 доз, мы привили 250 медицинских сотрудников. Из этих 250 человек, значит, медотводов не было и отказов тоже не было. Мы привили своих сотрудников, сотрудников инфекционной больницы и сотрудников БСМП. Мы привили именно основных, имеется в виду приемный покой, которые работают, реанимация, которые работают, работают те, которые работают в фильтре, которые имеют первый контакт с больным человеком. Вот этих сотрудников мы всех привили. Процесс вакцинации занимает немного времени. Для начала пациент проходит обязательный осмотр врача, где измеряется температура, давление и оценивается его самочувствие. Затем его направляют уже для получения прививки. Сегодня эту процедуру прошел и недавно вступивший в должность руководителя областного управления образования Жолдас Батархан. Против ковид. Я только что сам получил вот эту вакцину. Как мне говорили, объяснили врачи, до этого на первом этапе, кто вакцинировался, никаких осложнений не было. Это меня радует. Сейчас себя чувствую нормально. Ну, конечно, я вот рекомендовал, чтобы всем, кто хотел, ну, надо вакцинироваться, но принуждать из областного образования учителей мы не будем. Управление здравоохранения области напомнили, что педагоги и сотрудники полиции вакцинируются добровольно и бесплатно для безопасности своей и окружающих. Тамирис Жумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». Глава региона Ундас Инор Азалин в канун праздника по традиции поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. На торжественный прием в Центр искусств получили приглашение самые успешные, самоактивные и самые креативные жительницы Актубе. Каждый год в первые весенние дни наши женщины особенно чувствуют приближение весны. Они становятся главными героинями первого весеннего праздника. И для них и цветы, и улыбки, и музыка, и слова благодарности. В канун 8 марта женщины, принимающие активное участие в социально-экономическом развитии, общественно-политической, культурной и спортивной жизни региона, получают приглашение на бал от первого лица региона – главы областной администрации. Мужчины в течение года, чего не успели сделать, пытаются наверстать, но делают это они искренне, от души, потому что вас любят, а вас не любить нельзя. Почему? Потому что, я вам еще раз говорю, с одной стороны, вы заботитесь о семейном очаге, с другой стороны, вы вносите большой вклад в скромный своим незаметным трудом, в развитие нашей области, региона и страны в целом. Вообще это делается скромно, ненавязчиво, с большим умом, тактом. Слова благодарности матерям, дочерям, любимым звучали сегодня особенно искренне и в речах, и в песнях. В эти холодные мартовские дни мужчины постарались согреть всех женщин теплом, окружить заботой и вниманием, и еще раз пожелать им любви, здоровья, смелости и житейской мудрости. От Сибуши вас я хочу поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам в первую очередь здоровья, семейного счастья, и оставайтесь всегда таким же красивым и замечательным. За щедрым Достарханом собрались в этот день люди с уникальными способностями, которые смогли доказать свою хватку, предприимчивость, стойкость, бескомпромиссность, силу духа в различных сферах. При этом сохранили и материнскую нежность, и очаровательность, и красоту. Клара Цеткин была мудрая, умна и дальновидна. Ведь этот день раскрывает всю нашу сущность. Мы умеем любить, мы умеем работать, мы умеем себя презентовать, мы умеем ненавидеть, и с женщинами надо дружить. Если мы любим маму, сестру, жену, наших сотрудниц, жительниц, мы получаем обратно любовь, помощную, восторг, рад. Цветы и подарки каждой гости от Акима области стали подтверждением сказанного. Ведь все самое прекрасное начинается с женщины, дарующей этому миру новую жизнь и старательно оберегающей созданный ею очаг. В масштабах семьи, в масштабах города, в масштабах страны. Держите наши дни, дайте женщину, дайте женщину, дайте женщину, брачу, дайте женщину, брачу, за крайшим лаком. Ирина Гуць по видеоматериалам, предоставленным Казахстану КТУБЕ, специально для программы «Факт». Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы с адвокатом Байгабулов назвал продажу билетов на футбольный матч недопустимой, передает «Тенгринюз Киезет». Цитата. «Была информация, что футбольный клуб «Кайрат» выставил на продажу билеты. Как вы знаете, Алматы находится в желтой зоне. В красной и желтой зонах не допускается участие зрителей. Только в зеленой зоне и не более 20%, сказал Байгабулов. Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Кайрат» начал продажу билетов на матч с ЖТСУ на Центральном стадионе. Планируется, что матч состоится 13 марта на Центральном стадионе. В клубе отмечают, что на игру будет допущено 30% болельщиков. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.